Прошлый видеоролик с метальным кринжом поймал волну хейта. Ну как волну пар комментариев всего. Хочу сразу предупредить, это мнение не мое. Все было собрано с разных онлайн ресурсов, это во-вторых. А вот в-третьих, что вы мне сделаете? Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я Фауст, вы на канале Friday School. И сегодняшнее наше видео будет продолжением старого видео про кринж в металле. Ну или в роке. Но прежде чем мы начнем, как всегда просим вас подписаться на наш канал. Поставить лайк под этим видео, поделиться этим видео. Рассказать о нем друзьям, кошкам, собакам. Всем, кому только можно. И проходим по всем ссылочкам в описании, особенно Donation Alert. И конечно же записываемся на занятия. Погнали! В первую очередь, те группы, которые мы с вами обсуждаем, это не мое личное мнение. Нельзя сказать, что это прям лютый кринж, конечно же. Кринж это по мнению критиков, а также по мнению слушателей со всего мира. И первый у нас на очереди Limbiscuit. Ненависть к Limbiscuit это неотъемлемая часть их имиджа, по крайней мере на момент нулевых. Такое вот дело, Фред Дёрст в тех годы был достаточно конфликтным человеком. И любил сказануть лишнего про коллег по цеху и не только. Одни из самых известных скандалов были как раз таки из-за этого. Как пример, фанаты Sleep Note не любили Limbiscuit, потому что Фред Маготов назвал цитата «толстыми, уродливыми детьми». Сами фаны, как и слипы, не выкупили фишку имиджа и начали гнать на Limbiscuit. Тренд Трэзнер из Nine Inch Nails вообще был любимой мишенью у Фреда. Откуда такая тяга у Фреда к срачам? Досконально неизвестно, но, скорее всего, это сказалось дружбе с Эминемом, который любил стебать знаменитости, но ему как бы всё прощалось, а вот Фреду... Но тем не менее, Limbiscuit это феномен. И феномен достаточно такой позитивно всё-таки встреченный фанатами, несмотря на то, что волна хейта всё-таки у них была. И даже на сегодняшний день это в какой-то степени легенда не металла, между прочим. Но мы едем дальше, и следующий у нас на очереди Bullet for My Valentine. Группа буквально разорвала всех через компьютерную игру, своим треком Hand of Blood. И с тех пор популярность группы стала расти, а вместе с ней и хейт. Тогда металлкор был новизну, в том формате, в котором его представляла пулька моему вальке. И у любителей тяжеляка достойно так пригорало от диссонанса в голове, почему у такой тяжёлой музыки так всё слащаво звучит, скандировали они. И вот этот вот хейт шёл с группой очень долго рука в обраку, что формировало негативное общественное мнение параллельно с позитивным. Когда кто-то сочувствовал Таку и поддерживал его особенно во времена операции, были те, кто возмущались результатом той операции, которая вылился в отказ Така петь экстримом. Вот такие вот люди-звери. Ну, собственно, как вы видите, классическая ситуация. Группа играет вроде бы как тяжело, но со слащавыми местами, поэтому это кринж. Ни в коем случае мы не говорим о том, что вам это слушать нельзя или не нужно. Это просто информация для общего развития, так сказать. И далее у нас группа U2 и Бона. Группа U2 является достаточно популярной и легендарной во всём мире. Ну, в России не очень, но я могу и ошибаться. В любом случае, не сколько сама группа, сколько её вокалист Бона считается достаточно кринжовым дядькой. А всё почему? В далёких 80-х товарищ Бона проснулся общественным деятелем. Он поучаствовал в записи песни, деньги от продажи которой шли на помощь голодающим жителям Эфиопии. После чего последовал огромный благотворительный фестиваль LifeAid, где тогда ещё малоизвестные U2 выступили впервые на большой сцене перед просто сказочно огроменной толпой. С тех пор Бона как будто бы понял рецепт успеха, а это «делай песни с пафосными призывами и участвуй в благотворительности в любой». Конечно же, напрямую он об этом не говорил никогда, но со стороны у многих людей по всему миру сложилось такое впечатление, что лидер U2 наживал и наживает себе популярность за счёт претенциозного образа спасителя человечества. «После того, как я установил рекорд, я забрал это дерьмо домой. Я так гордился им, я решил его сохранить, чтобы воспитать как сына. Нет, папа, не надо». Заслуживает ли Бона такого хейта? Решать, конечно же, вам. Но всё же до конца не ясно, является ли его поведение искренним или всё-таки это претенциозность. А теперь давайте обсудим «Звёзд Бридж ТВ» группу Никельбэк. Вот за что любят Никельбэк? За простую, незатейливую музыку с припевами, въедающимися в голову из-за не меньшей простоты. А за что ненавидят Никельбэк? За простую, незатейливую музыку с припевами, въедающимися в голову из-за не меньшей простоты. Критики и люди, которым не всё равно, в один голос сошлись на мнение, что Никельбэк является посредственной группой с посредственными песнями. И Кругер у них тоже посредственный. А теперь давайте с вами оденем наши челочки, оденем наши розовые галстучки и вернемся в 2007 группа Tokyo Hotel. Только ленивый не обсуждал эту команду в далеких нулевых десятых. Только ленивый не говорил, что Билл Каулец человек нетрадиционной ориентации всеми синонимами на свете. Ну что, господа, мы человека довели, он сознался и переграл нас как дешевок. В целом, проблема группы Tokyo Hotel заключалась в том, что они имели очень странную фанатскую базу, вкупе с которой была аудитория людей, которые изначально думали, что на вокале девушка. А потом плакали лежа в спущенных штанах и с выделениями на руках, потому что узнали страшную тайну. В целом, объективно не думаю, что можно назвать Tokyo Hotel говногруппой. Ну, они просто, ну, никакие. Но вот их фанаты с хейтерами делали буквально все возможное, чтобы доказать обратное. Фанаты просто этого не осознавали, так как они считали своим долгом выкинуть в интернет видео с оправданием своего кумира, что знатно бугуртило ненавистников группы на ответочке. И вот, глядя на весь тот срач, к обычному слушателю приходила мысль. Да ну, нахуй этот ваш Tokyo Hotel. Честно говоря, не знаю, сохранились ли фанаты этой группы сейчас, ну, как бы я догадываюсь, что они есть все-таки. Ничего против Билла Каулица не имеем, но лично я от лица наших говнорей хочу попросить прощения. Прости нас, Билл. Мы тебя таким создали. Ладно, это все шутки. И, собственно говоря, все, опять же, зависит либо от поведения самой группы ее членов, либо от того, насколько она популярна. Чем больше группа популярна, чем больше она претенциозна, чем больше она неадекватно себя как-то ведет, тем больше, естественно, будет у нее сужаться круг слушателей. И появится другой круг слушателей, который будет искренне эту группу ненавидеть. Но прежде чем мы закончим, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нашем опросе. Победил, как видите, New Metal. Это, ну, отчасти здорово. Ну, вообще здорово, что вы поучаствовали в таком небольшом интерактивчике. И где-то через ролик мы обещанный подарок будем снимать. На этом уже окончательно у нас все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео друзьям, проходите на Donation Alert и обязательно записывайтесь на занятия. Всего вам доброго!